И зачем я сегодня зашел в интернет? Именно эта мысль пролетает в воспаленном мозгу, когда смотришь видео этих блогеров. Вряд ли это то, что называют качественным контентом. Что ж, я вообще за мир во всем мире, но будь я на месте его отца, ремень бы в доме всегда был в крови. Добро пожаловать на WatchMojo Россия. И сегодня мы представим наш топ-10 фриков русского ютуба. Странный, неадекватный контент, эпатажность и скандальность – это все есть в нашем списке. Мы выбрали как легендарных личностей, которые давно забросили свой канал, так и активных блогеров, которые постоянно нас удивляют. Номер 10. Хочу пожрать. Попробую. Ну давай. Блин, я не буду. Я не буду. Кило черной икры на скорости и кошачий корм с перцем чили. Съесть и получить 300 рублей? Да вообще не вопрос. Ну как? Нормально? Я говорю нормально, как консервы. Ради классов серые гаши кормят разных колоритных персонажей блюдами из несовместимых ингредиентов. Но часто обходится и без гастрономических экспериментов. На некоторых роликах точно проснется аппетит, и ты не сможешь удержаться от того, чтобы сходить проверить, что там есть в холодильнике. Номер 9. Марана Батори. Девушки бывают разные. И такими, как Марана Батори, они тоже бывают. Следующий кальян я уже делала не на воде, не на вине, даже не на молоке, а на своих вагинальных выделениях. Реально, я просто села на эту колбу и наполнила ее на раз-два. На вкус и цвет товарищей нет. Не всем нравятся милые принцессы и утонченные бьюти-блогерши. Но ролики этой девушки иногда смущают даже парней. Если хочешь порассуждать на тему, а вот раньше было лучшее, то милости просим на канал Мараны. Я вот правду говорю. Когда сношают тебе двое, то прям офигенно, да. Но когда кончаешь, ты коу, фия, че, шкура? Номер 8. Дворецков. Вообще не люблю работать, б***ь. Люблю пить вискарь и расслабляться. Бывший участник Дома-2 сначала пытался хайпануть на провокационных видео, где косплеил мачо, который презирает женский пол. Короче, существует два вида телок. Одну стоит бить, вторых бить не стоит, потому что одни будут упрямые, и даже ей сунешь в рожу, если с кулачищем, она ничего не поймет, только будет хуже. Не то, чтобы у него хорошо получалось, но попытка не пытка. Слава до сих пор остался все таким же беспокойным и фриковатым, но стал делать обзоры на сигареты. Хорошо жить ему никто не может запретить. Занимается пацан любимым делом, еще и деньги за это получает. Однорожение вызывает. Я с них, б***ь, не тот табак, б***ь, который можно, б***ь, в песнях воспевать. Номер 7. Августина. Вряд ли именно так должен выглядеть хороший учитель по игре на гитаре. Августина Игрива предлагала всем поиграть вместе с ней, но застывшая улыбка и постельная обстановка вряд ли располагает к обучению. Разочаровавшись в пути сенсея, Августина решила не бросать музыку, но заняться тем, что у нее хорошо получается. А именно, откровенными видео под психоделическую музыку с невнятными словами. Непонятно, но люди смотрят. Номер 6. Руслан Гетельман. Ютьюб-автор, на котором явно сказались бесконечные гастрономические ролики. Чаще всего Руслан просто ест. Он просто ест, а мы с вами на это смотрим. Блогер даже поможет освоить вам топовые рецепты наподобие гренок с яйцами, подскажет покупать ли Балтику или как лучше всего есть круглую картошку. А как вам идея с полуголым обзором на йогурт? Такой контент не мог остаться без нашего внимания. Ну, я взвешивался в том году, липоза там был 102 килограмма, сейчас я похудею. Вот, я сейчас вообще похудею. Номер 5. Дима Городецкий. Здесь дело даже не только в том, что он говорит, а в том, как он это говорит. Гадалка на анальных кольцах и настоящий философ настолько необычный, что иногда это даже хорошо. Манерность придает ему определенный шарм, но одновременно заставляет юзеров думать, почему я это смотрю? Понимаете, дело в том, что девушки, которые не занимаются сексом или занимаются им очень редко, писают так. Номер 4. Похититель ароматов. Настоящий ценитель красоты знает, чем заинтриговать своих подписчиков. Привет, зайчики. Привет, котики. С вами снова похититель ароматов. Эксперт в мире парфюмерии, моды, музыки, да и вообще, по-видимому, везде. Гламурный блогер, чья манерность иногда вызывает улыбку. Если вы чайник в царстве гламура, вам точно нужно заглянуть на этот канал. Тут столько надо обсырать, чтобы потом отдельный канал сделать на это платье. Хуже никогда и ничего не было. Просто трэш. Номер 3. Андрей Петров. Я не парень и не девушка. Более того, я даже не это тело и не это сознание. Я считаю, что я нахожусь где-то выше. Это что-то более глобальное, более глубокое. Многие называют это душой. Андрей Петров, он же Эндрю, сначала был известен своими экстравагантными высказываниями и не менее эпатажными экспериментами с внешностью. Всем своим, так сказать, творчеством блогер пытался привлечь внимание. Наверное, не знал, что есть менее экстремальный способ это сделать. Я в нашу мир разнообразие. Я есть разнообразие. Мое существование, в частности, существование на русском YouTube, есть свобода в каком-то плане. Я транслирую вам свободу. Люди взрослеют, поэтому Андрей взялся за ум и стал бьюти-блогером. Возможно, это тоже сложно понять, но почему бы не заниматься тем, что ты любишь? Не надо снимать мой банан. Не надо снимать мой банан. Убери свою видеокамеру, убери ее. Персонаж, который всегда попадает в топы ютубовских фриков за свои часто полностью неадекватные ролики. Как такое может прийти в голову, спросишь ты? Чего только не сделаешь ради лайков и подписок. А я не понял! Вы что делаете в моем холодильнике? Хотите кушать? Арбузы, вы хотите кушать? Арбуз! В последнее время контент Геннадия явно стал поспокойнее, поадекватнее. Но что-то остается неизменным, поэтому атмосфера абсурда никуда из видео не исчезла. Вы спросите, почему так у меня вышло? А потому что математика, господи, показываю. Номер один. Сиранхелия, Сиранхелия. А ты записался в лесбиянцы? Даже не спрашивайте, мы сами особо не понимаем, что происходило на этом канале. Шел 2013 год, блогеры пытались выделиться как могли, загадочный парень Сергей говорил о себе в женском роде, танцевал и записывал на камеру странные мысли. Возможно, тонкую творческую натуру задело количество дизлайков, поэтому он ушел на пике карьеры. Но в наших сердцах он останется как минимум по своему бессмысленному и беспощадному туториал-видео. А ты согласен с нашим топом? Я понимаю, что иногда правда заняться нечем. Понимаю, честно. Но не этим же заниматься. Каких фриков мы пропустили? Напиши об этом в комментариях. Для еще более странных топ-10 подписывайся на канал WatchModjo России и получай качественный контент каждый день. Продолжение следует...